Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет именно о кино. Кино – это легенда. Это потрясающий вид искусства, который, в общем-то, нравится и большим, и маленьким. И советское кино – это целая эпоха, которая всегда с нами. Надеюсь, наши дети и внуки тоже будут смотреть. Я думаю, что не так много брендов было в Советском Союзе, таких вот ярких, узнаваемых. Узнаваемых. Ну, это, конечно, Мосфильм, это Ленфильм, это Дэйская киностудия. И вот сейчас легенда Ленфильма, книгу, альбом, который я вам представляю, это совершенно потрясающее собрание не просто каких-то баек или анекдотов со съемочной площадки, а по-настоящему интересных фактов. Вот самый изюм из булки. Самое, значит, лакомое, да, что сохранили бездонные архивы Ленфильма. Почему бездонные? Потому что я уверен, что там еще не на одну книгу можно найти. Но Артемий Награфенин, работавший 10 лет, как гласит аннотация, пресс-секретарем, соответственно, в Ленфильме, да, но, во всяком случае, по связям с общественностью, он был допущен к этим архивам. Он листал эти стенограммы заседаний Советов киностудии, да, и так далее, и тому подобное. Документы, которые имеют огромное историческое значение, сами по себе бесценны, но абсолютно нечитабельны, как вы понимаете. И вот он оттуда, благодаря прекрасному журналистскому перу, благодаря чутью журналистскому, да, выбрал интересные факты и редкие уникальные фотографии. Причем, будучи вот человеком, общающимся с огромным кругом причастных к легендарной истории Ленфильма, он и частные архивы тоже, значит, включил свою книгу. Там есть много снимков, которые вообще никто никогда не видел. Они были в частных архивах, да, в качестве памятных, там, не знаю, чуть ли не семейных фотографий. И вот эту книгу, такого небольшого формата, поэтому я и называю альбомом, потому что она представляет нам Ленфильм как очень известными кадрами, старыми афишами, фото с кинопроб, да, которые хорошо знакомы зрителю, да, так и редкими прекрасными открытиями, которые ты просто вот вздрагивая, да, встречаешь то и дело в книге огромное количество фотографий, потому что эти кадры никогда нигде не появлялись, да, это вот уникальные фотографии. Что же кроме фотографий? А это рассказ о легендах советского и не только советского фильма. Тут важно оговориться, поскольку зимнюю вишню или там особенности национальной охоты, ну, никак не отнесешь, да, к советскому кино. Это уже современные российские достижения. Если кто-то сейчас скривился по поводу зимней вишни, то я скажу так, это массовое искусство. Это то, что действительно посмотрели и полюбили десятки миллионов человек. И оно стоит того, чтобы смотреть. В своем жанре, конечно, в своем жанре. Вот, понимаете, в чем дело? Здесь приведены истории, которые делают честь искусству. Показан сам процесс без киноведческих описаний. Ну, потому что это невероятно тягомотно получается местами, когда начинаешь читать такую прозу. Я заявив, декларировав, что в влоге будет много рассказов о кино, на самом деле очень мало делаю их в основном о литературе, посвященной кинематографу. Потому что это довольно сложно перевести на язык человеческого чтения. И вот автору, значит, легенд ленд-фильма это прекрасно удалось. Нету обсуждения нюансов монтажа, тонкостей, тончайших, значит, стилистик, тех или иных режиссеров, да. Каких-то киноведческих вот этих заморочек, которые довольно сложно внятно излагать. У меня были, значит, книги в влоге, которые прекрасно это рассказывают, да. Лев Наумов, отлично, вот только что буквально, хомо кинематографикус, прекрасный сборник статей, очень хорошо и внятно все излагает, он специалист по Тарковскому, кстати. Я представлял трехтомник воспоминаний и, значит, таких вот сборников случаев из жизни, Данелий, да. Прекрасное чтение, восхитительно смешное, очень интересное, да, тоже посвященное всем легендам кино. И вот теперь легенды ленд-фильма. Значит, здесь у нас те лучшие фильмы, которые составили, собственно говоря, эпоху в нашем кино. Это картины, о которых очень много известно, да, и картины, которые достаточно прочно подзабыты. Есть сложные случаи, например, «Два капитана», да, у нас существует две кинокартины, одна практически забыта, другая достаточно насмотрена зрителям, да, шестисерийная. Вот интересно их сравнить, интересно посмотреть, что, значит, застряло в массовом сознании, да, в массовой культуре из них, да, очень много рассказано любопытного в коротких, но все-таки вот что-то новое, да, рассказывающих о черках, о знаменитом сериале про Шерлока Хоумса, например, да, значит, о фильмах Казинцева, да, о Гамлете, о Короле Лире, о Человеке-амфибии. Это все любимые мною киноленты, и узнавать о них новые всегда страшно интересно. Особенно хочу отметить, что вот автор никогда не забывает в очерках напомнить о том, какой фурор, какую сенсацию производили эти фильмы на планете, именно так, в мировом масштабе. Да нам сейчас кажется, я тоже поклонник и любитель Голливуда, да, я все эти блокбастеры с удовольствием смотрю, и кино для меня в основном таки развлекательный вид искусства. Увы и ах, вот здесь нечем гордиться, и, в общем, это индивидуальная особенность, это несправедливо, но вот как есть, так есть, рассказываю совершенно честно. И, конечно, как вот поклонник такого вида, развлекательного вида искусства, да, я, конечно, собственно говоря, понимаю, что вот в части всяких кинотрюков, да, Голливуд быстро и далеко обогнал советское киноискусство. Но тогда, когда снимались в середине 20 века эти ленты, это было непревзойденные вещи. Я уже не говорю о подводных съемках, которые Жакев Кусто хвалил в «Человеке-амфибии», да, хотя он прекрасно видел, где павильон, где, значит, искусственная флора и фауна, где реальные натурные съемки, значит, под водой, да, в Черном море. Вот, это одно. Я уже не говорю о том, как восприняли, например, Гамлета Казинцева, когда критики в Лондоне, Париже, Нью-Йорке писали, что это непревзойденное прочтение Шекспира, что это потрясающе. Гамлет тоже очень хитро сделан. Это, во-первых, перевод Пастернака, это очень особенный перевод. Во-вторых, это декорации, которые даже не напоминают реальный датский Эльсинор. Понимаете, Шекспир там никогда не был. И в Эльсиноре ренессансный замок. Для средневековья, мрачного средневековья, из которого принц пытается вырваться, Казинцеву понадобился совсем другой Эльсинор. А его построили в Прибалтике. Жалко, декорации не сохранились. Это, конечно, отдельная тема. Очень много всего интересного узнаете, значит, из этого альбома. Вот. Что сказать про те ленты, которые, значит, почти современники нам, которые сняты совсем недавно. Здесь отмечено не только что-то такое комическое, интересное, да, но отмечено, как пытались использовать великие традиции, как работали уже на излете карьеры великие мастера, да, в этих лентах. Тоже очень важно. Это, собственно говоря, преемственность, которую важно отметить. В целом, книга интересна как настоящий музей. И, собственно, музей приглашением, одним таким большим многостраничным приглашением в музей лентфильма, она отчасти и является. Потому что я теперь просто не горю, я пылаю желанием там побывать. Потому что это, оказывается, страшно интересно. Вот. Надо сказать, что это, конечно, специфично. Кому-то, может быть, и не так интересны эти фрагменты декораций, костюмы оригинальные, да, вот, и всякая кинотехника старинная. Ну, там, посмотреть там быстренько, там, и пройти мимо. А мне интересно, я и в музее мосфильма тоже с большим интересом побывал. И вот теперь страшно хочу после этой книги в музей лентфильма. Вот. Автор пишет очень легко, очень интересно. Автор всегда отмечает какие-то особые достижения, да, какие-то подвиги как артистов, так и режиссеров. Вот, например, знаменитый полосатый рейс. Это же была уникальная картина. Просто не могли поверить зарубежные зрители, что реально снимали хищников вместе с артистами. Ну, никто нигде так не делает, потому что расход артистов будет очень большой, как вы понимаете, да. А это не совсем расходный материал. Леонов категорически отказывался сниматься рядом с тиграми. И правильно делал, между прочим, неподготовленный человек к хищникам не должен входить никогда и нигде. Знаменитая сцена, комическая, конечно же, с Леоном и в ванне, да, значит, ее должны были якобы снимать через стекло. Это знаменитая байка, она не соответствует действительности. Стекло страшно бликует под софитами. И когда стекло убрали, то инструктора по технике безопасности пришлось выманить со съемочной площадки. Он был страстный коллекционер зажигалок, и ему показали сувенирный магазин, где эти зажигалки, значит, какие-то редкие были. И вот он туда на целый день уехал, без него все сняли, он приехал, все снято. Все целы, артист, вот он, непокусанный. Значит, был грандиозный скандал, потому что он своей, извините, жизнью и свободой отвечал за целость артистов, да. Если что, чтобы его посадили бы. Вот, безопасника. Короче говоря, Леонов согласился сниматься, но это был вот уникальный случай. Там все очень хитро было придумано. И вот, например, прекрасный Ивановой, который, как хорошо плывет эта группа в полосатых купальниках, знаменитая фраза, он совершенно случайно оказался на площадке. Он просто там отдыхал. Четыревой режиссер по-быстрому уговорил сняться в крохотной, в несколько секунд эпизодической роли, да. Как она украсила фильм. Короче говоря, Ленфильм это то место, на примере фразы про полосатые купальники, о котором можно сказать, что каждая фраза, каждый кадр там становились легендой. А каждая мелочь, драгоценность сейчас вошла в историю отечественной культуры. Так что, друзья мои, читайте, наслаждайтесь и обязательно сходите в музей Ленфильма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!